Здравствуйте, Владимир Васильевич. Это видео про ваши одуванчики. Первый одуванчик для объектива Helios 44 серии. Фокусное расстояние запрограммировал 58 мм и диафрагма от 2 до 16 мм. Чуть позже в этом ролике я покажу, как наклеивать одуванчик на ваш переходник. Вот он, первый одуванчик. Вот второй одуванчик для Юпитер 37А. Сейчас я его поставлю на тестовый объектив. Вот, смотрите. Он запрограммирован фокусным расстоянием 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Сейчас, сейчас я наклею этот одуванчик на вот эту специальную полочку и покажу вам, как потом его установить на ваш переходничок КПАН. Итак, продолжим. Смотрите, вот ваш переходничок с линзой выглядит примерно вот так, я думаю. Вот, только с незачищенной краской. Вы вставите калибр, по калибру отмечаете место посадки одуванчика и каким-нибудь острым предметом или дремелем зачищаете до белой краски это место. Убираете калибр, обезжириваете эту поверхность и для начала, чтобы не ошибиться и не наклеивать одуванчик, потом его не ломать на суперклей, берете одуванчик вот я на него предварительно наклеил двухсторонний скотч и наклеиваете его на двухсторонний скотч. Вот видите, ориентируемся по калибру вот вот он по калибру наклеен на двухсторонний скотч. Вставляем в камеру вот, как видите все прекрасно работает. Вот когда вы таким образом наклеили на двухсторонний скотч вы берете опять же скальпелечек или иголочку и отмечаете границы посадки одуванчика на вашем переходничке уже четкими линиями справа, слева и обязательно сзади потому что, видите между вот этой вот стеночкой и одуванчиком есть промежуточек. И потом уже спокойно наносите опять же одуванчик снимаете и от скотча и с кольца снимаете остатки скотча опять обезжириваете наносите суперклей при помощи какой-нибудь зубочистки или спички ни в коем случае не лейте клей из тюбика потому что вы его нальете слишком много. Вот и потом уже сажаете одуванчик предварительно опять же обезжиренный вот и предварительно зачищенный с этой стороны с помощью нуждачной бумаги или надфиля чтобы он был шершавеньким на его место. Вот. Ну, в принципе какое-то время вы сможете даже использовать одуванчик наклеенный на двухсторонний скотч. Вот. я вам вышлю одуванчик с этим двухсторонним скотчиком. Дальше. Как наклеить одуванчик на ваш КПАН? Это тоже делается очень просто. Я уже приклеил одуванчик на специальную полочку. Вы прикладываете сначала одуванчик с полочкой на ваш КПАН вот таким образом и ориентируете средний контакт одуванчика ровно на красную точку на вашем переходничке КПАН. С обратной стороны потом отмечаете границы посадки полочки на вашем КПАН убираете одуванчик и зачищаете опять же это место в котором будет наклеена эта полочка от черной краски. Убираете пыль стружку оставшуюся от зачистки и аккуратненько все это дело обезжирив наносите туда клей. Когда вы нанесли клей вы опять подставляете ваш одуванчик на полочке ориентируя средний контакт одуванчика точно по красной точке и немножко придержав когда клей засохнет сможете уже использовать научитесь предварительно правильно вставлять одуванчик научитесь правильно вставлять КПАН с одуванчиком в камеру и только потом накручиваете сверху объектив вот смотрите вот у меня готовый КПАН с одуванчиком то есть вы совмещаете красную точку и средний контакт на одуванчике с белой точкой на камере немножечко вдавливаете внутрь и поворачиваете против часовой стрелки до щелчка все повернули убедились что у вас есть контакт и потом уже сверху накрутили ваш объектив очень аккуратно все это делаете потому что одуванчик очень хрупкий очень легко сломать ему контакты вот как видите все это делается легко непонятенно одуванчик остается целым и невредимым аккуратно обращайтесь с одуванчиком я вам пришлю на почту комфортный алгоритм при работе с одуванчиком на объективе Юпитер 37А этот же алгоритм можно будет использовать и для работы с объективом 44М6 и одуванчик проработает долго и хорошо спасибо за внимание в следующей Продолжение следует...